Этот автомобиль умеет вращаться вокруг собственной оси, ездить боком и по диагонали. Невероятно манёвренный концепт-кар создала компания Hyundai Mobis, которая специализируется на производстве автозапчастей и комплектующих. Она дебютирует на выставке CS в Лас-Вегасе. Прототип называется Mobion. Построен на платформе модели IONIQ 5, оснащённой инновационной системой E-Connor. Она управляет рулём, подвеской и тормозами. Каждое колесо – это самостоятельный механизм, который умеет амортизировать, поворачивать и тормозить. Управлять автомобилем очень трудно, поскольку он двигается по-особенному, не так, как обычный автомобиль. Но если эту технологию объединить с технологией автономного вождения, то, думаю, не понадобится специально учиться управлять. Новая система поможет при параллельной парковке, которая особенно сложна для новичков. «Это полезно для таких людей, как я, которые не умеют парковаться. С этой технологией будет легче. Думаю, это круто». «У меня нет проблем с парковкой, но кому-то, вроде моей жены, это понравилось бы. Так что да, некоторым это очень поможет». «Это очень полезная технология, особенно пригодится во время параллельной парковки и других подобных манёвров в маленьком пространстве». Концепт-кар также отличается от базовой модели бамперами и светотехникой. Она, кстати, способна предупреждать других участников дорожного движения о том, что впереди пешеход. Кроме того, прототип оснащён системой, которая проецирует на землю изображение, предупреждающая о манёврах автомобиля. Представители компании говорят, что система Иконор пока в стадии разработки. Завершить её планируют к следующему году. Этнические китайцы буксируют гигантскую копию парусного судна на колёсной платформе через малазийский город Малака. Цель красочного парада – изгнание злых духов. Полно религиозных и культурных обрядов процессия «Вангкан» или «Королевский корабль» проходит по девятикилометровому маршруту. Делает 22 остановки. Священники проводят очищающие ритуалы, чтобы заставить злых духов и демонов зайти на борт лодки. Во время шествия несут лодки и меньшего размера. Фестиваль «Вангкан» привезли в Малаку торговцы из Китая. Впервые он состоялся в далёком 1854 году. Но он не проходит ежегодно. Его организуют лишь тогда, когда священникам из храма приходит озарение. Ранее шествия проводились в 1919, 1933, 2001, 2012 и 2021 годах. «Наши предки прибыли на таких кораблях. Проводя такой фестиваль, мы на самом деле пробуждаем воспоминания о наших предках». Организаторы говорят, что цель фестиваля – принести здоровье, мир, процветание и счастье государству и миру. «Мы считаем, что духи вызывают много хаоса, много дисгармонии. Верно? Много неприятных вещей. Но мы верим, что иногда они так же игривые, как дети, которые хотят внимания. Мы приглашаем духов зайти на баржу и стать моряками, служить нашему божеству Онг-Яху». Считается, что Онг-Ях защищает людей и их земли от стихийных бедствий. После утренней процессии вечером проводят ещё один более короткий парад. Его кульминация – поджигание корабля, чтобы духи, которые собрались на его борту, смогли отправиться в другие пространства. В 2020 году парад Ванг-Кан вошёл в список ЮНЕСКО как нематериальное наследие Малайзии и Китая. В материковом Китае его проводят в прибрежных районах. Огромный букет водружают на восстановленный каркас крыши Собора Парижской Богоматери. По традиции, плотники завершают такой церемонией важный этап строительства. «Когда плотники заканчивают работу, самый молодой забирается на вершину сооружения и устанавливает букет цветов или небольшое деревце. Так мы сделали и сегодня». Две трети крыши, сооружённые в XII-XIII веках, сгорели во время пожара в апреле 2019 года. Огонь уничтожил и деревянный шпиль, покрытый свинцовыми пластинами. Эти конструкции называют лесом Нотр-Дама. На их восстановление потребовалось тысяча дубов. «Это великолепная работа, поскольку мы делали каркас крыши так же, как его строили в Средневековье. Всё сделано вручную, поэтому крыша выглядит прекрасно. В то же время она прочная и долговечная, поскольку мы восстановили её так, чтобы она прослужила долго – минимум 860 лет, а может быть и вдвое дольше». Плотники работали в основном топорами. Причём, этот инструмент сделан по образцам XII века. «Топоры совершенно уникальны. Форма не такая, как у обычных топоров для рубки древесины. Можно использовать обычный топор, но у нас есть более специализированные инструменты». Теперь другие мастера покроют деревянный каркас с свинцовыми пластинами. Каждый день в соборе работают 500 специалистов. Ещё столько же трудятся за его пределами, реставрируя произведения искусства. Восстановленный шпиль планируют освободить от лесов к 26 июля этого года, когда в Париже начнётся летняя Олимпиада. А 8 декабря собор откроется для публики, и в нём снова будут проводить службы. Двое палестинцев совершили скоординированные атаки на автомобилях в центре Израиля, направив машины на людей. В результате одна женщина погибла, ещё 12 человек пострадали. Инциденты в Раанане к северу от Тель-Авива полиция назвала терактами. Арестованы двое подозреваемых. Как сообщается, оба нападавших происходят из одной семьи из Хеврона на западном берегу реки Иордан. В Израиль они проникли незаконно. Между тем, еменские хуситы направили противокорабельную баллистическую ракету на принадлежащий и управляемый США контейнеровоз Гибралтар Игл. Сообщения о ранениях или значительных повреждениях не поступало. Судно не связано с Израилем. Как заявили сами боевики, эта атака стала ответом на недавние удары США и их союзников по военным позициям хуситов в Йемене. Американские и британские войска на прошлой неделе нанесли десятки воздушных и морских ударов по объектам боевиков. Так они отреагировали на нападение хуситов на коммерческие суда в Красном море. А Всемирная продовольственная программа объявила, что с начала войны 7 октября обеспечила продовольствием около миллиона четырехсот тысяч человек в секторе газа, но ещё много людей нуждаются в помощи. Она также заявила, что голод распространился по всему анклаву, затронув все 2 миллиона 300 тысяч жителей газы. И чтобы это остановить, нужно долгосрочное прекращение огня. Внутри газы продовольствие распространяют неравномерно. Почти вся помощь, поступающая в анклав, проходит через Рафах, расположенный на границе с Египтом. Гуманитарные организации говорят о наличии проблем с распределением грузов. Тем временем в Израиле похоронили двух жертв ракетного обстрела. Мать и сын погибли в воскресенье на севере Израиля после того, как ракета, выпущенная из Ливана, попала в их дом. Ранее израильские военные сообщили, что ликвидировали четырёх вооружённых боевиков, которые пытались проникнуть на территорию страны с ливанской стороны. Боевые действия между Израилем и ливанским движением Хезбалла, которое, как и хуситов, поддерживает Иран, усиливаются. Что же касается израильских заложников, которые остаются в руках боевиков Хамас, то их удастся освободить только с помощью военного давления. Об этом заявил министр обороны Израиля. По его словам, группировка оказывает психологическое давление. Недавно она опубликовала видео с предполагаемыми телами двух погибших заложников. На кадрах третья заложница говорит, что они якобы погибли в результате авиаударов со стороны израильской армии. 5 тысяч тракторов и грузовиков почти парализовали движение в центре Берлина. У бранденбургских ворот собрались 10 тысяч фермеров со всей Германии. Недельный протест немецких аграриев достиг кульминации. Они выступают против планов правительства отменить налоговые льготы, а также субсидии на дизельное топливо для сельскохозяйственной техники, которые выделяют уже 70 лет. Об этих планах стало известно в декабре. Меры призвали сэкономить бюджетные деньги. Протесты вынудили правительство пойти на некоторые уступки. В частности, оно пообещало сокращать субсидии на топливо постепенно, а не отменять сразу. Перед фермерами выступил министр финансово Германии. «Сейчас я не могу обещать вам больше государственной помощи из федерального бюджета, но мы можем вместе бороться за то, чтобы у вас было больше свободы и вашу работу больше уважали». Впрочем, фермеров такой ответ не устраивает. «Если правительство отменит план по повышению налогов, мы уберем тракторы с улиц. Пока этого не произойдет, мы продолжим использовать конституционное право на демонстрации». Между тем, фермеры считают, что протестуют ради благополучия всех немцев. «Немецкие фермеры устанавливают самые высокие стандарты в ЕС. У нас самые высокие стандарты, и поэтому мы делаем продукты питания высочайшего качества. Нам не нравятся импортные продукты, за качеством которых следят хуже. Мы требуем равной конкуренции. Первым делом наше правительство должно поскорее уйти в отставку. Нужны новые выборы, поскольку нынешние власти не умеют управлять экономикой и разрушают её». Правительство Германии вынуждено экономить средства, поскольку ранее Федеральный конституционный суд запретил тратить из бюджета 60 миллиардов евро. Эти деньги были взяты в кредит во время пандемии, но их не израсходовали. По мнению суда, правительство не имеет права распоряжаться ими по своему усмотрению. Отмена льгот и субсидий для фермеров помогла бы сэкономить 480 миллионов евро в год. Дональд Трамп поддержал убедительную победу на первых выборах 2024 года. В штате Айова прошло голосование по процедуре кокуса за республиканских кандидатов. В итоге экс-президент набрал более 50% голосов республиканских избирателей штата. «Это был невероятный опыт. Мы побеждаем уже в третий раз. Но это самая большая победа. Они сказали, если вы выиграете с перевесом в 12%, это будет большая победа. И это будет очень сложно сделать. Я думаю, мы увеличили эту цифру более чем в два раза, а возможно и в три». По результатам голосования второе место занимает Рон Ди Сантис, губернатор штата Флорида. Он получил чуть более 21% голосов. На третьем месте оказалась Ники Хейли, бывший постоянный представитель США при ООН. Её результат примерно 19%. В своей победной речи Дональд Трамп также сказал о своих планах на случай, если его изберут президентом. «Мы будем бурить нефть. Мы собираемся запечатать границу, поскольку через неё сейчас торгаются миллионы людей. Я не могу понять, почему они думают, что это хорошо. Это очень плохо. Это группа людей, которая по численности превосходит население штата Нью-Йорк. Мы не можем этого допустить, это ужасно. Они едут из тюрем со всех концов мира». Как показывают опросы, самой важной проблемой для республиканских избирателей остаётся проблема миграции. В последнее время они стали ещё активнее требовать от президента Джо Байдена решить этот вопрос. Между тем, бизнесмен Виви Крамасвами, который на голосовании занял четвёртое место, заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов и призывает своих сторонников поддержать Трампа. Более 20 мальков редчайшей рыбы с руками удалось вывести австралийским учёным. Этот вид принадлежит семейству брахианихтеевые. «Для нас это важное событие. Всего лишь второй раз нам удается получить в неволе потомство этого вида». В дикой природе осталось примерно 100 таких рыб. Обитают они только в прибрежных водах Тасмании. Учёные из Института морских и антарктических исследований надеются восстановить популяцию. Сейчас размер мальков не превышает 8 миллиметров. «Мальки любопытно выглядят, когда только рождаются. Но они способны сами о себе позаботиться, живя на дне, как мама и папа». Задача исследователей – научить мальков выживать в дикой природе. Повзрослеют они через два года. Потом их выпустят на волю. «Мы понемногу усложняем условия в их среде обитания. Затем подсаживаем в аквариум другие виды, с которыми они также встретятся в дикой природе». Эти причудливые рыбы вымирают из-за потери среды обитания. Для выведения потомства им нужны водоросли, иначе икринки уносят течением, и малькам не выжить. «Очень повлияли морские ежи, которые в переизбыток. Они просто уничтожают водоросли, необходимые этой рыбе для выживания. И эта ситуация вызвана тем, что скальных омаров, врагов морских ежей, стало меньше». Брахионихтивые – придонные рыбы. Живут на глубине до 60 метров. Они не плавают, а передвигаются по дну с помощью плавников, которые напоминают руки. В это семейство входят пять родов и 14 видов. Подзвон колокольчиков и дробь барабанов танцуют у костра жители села Батановцы в Болгарии. Это древний обряд сурваки. Он дал начало фестивалю сурва, который проходит в Новый год по юлианскому календарю. Люди наряжаются в шубы и вешают на себя коровьи колокольчики. Есть здесь и ряженые в жутковатых масках с рогами. Некоторые участники играют роль молодожёнов, некоторые – медведей, а местный мэр взял на себя обязанности жреца. «Я участвую в празднике с пяти лет. 24 года я возглавляю участников фестиваля, и пять лет я служу мэром». Участники фестиваля по традиции обходят все дома и желают людям здоровья и процветания. А хозяева обычно ждут их с накрытым столом и небольшими подарками. «Мы делимся с ними хорошим настроением, создавая праздничную атмосферу в каждом доме, пусть даже всего на пять минут. Этого события с нетерпением ждут весь год. И его красоту не описать словами. Это нужно увидеть и прочувствовать». Древний болгарский обряд проводят, чтобы отпугнуть злых духов и защитить будущий урожай. В 2015 году фестиваль включили в список культурного наследия ЮНЕСКО.